Самарский поэт Очень рано, если говорить не о стихах, не о поэзии, а во втором классе, когда я учился, бабушка меня заставляла писать письма деду, а дед в то время воевал на Карельском фронте, в обозе, короче говоря, снаряды возил. Ну, я деду писал письма, такие письма писал, ну, детские, и на своем ирзианском языке, и бабушка однажды меня решила проверить. Значит, ну ты как там пишешь? Привет передаешь, вот пишешь. Я говорю, а же никто не передавал, а же не передавал соседние. Дедушки спрашивают, как там воюет Алексей, а у нас в деревне его звали почему-то Олеся. Олеся. Деда, как Олеся воюет там? Ну, разве это не привет? Ну, дальше написал, все напиши, что корова отелилась у нас, что у нас все хорошо, чтобы дедушка не беспокоился, чтобы он был, хорошо воевал. И напиши, пусть приедет. Мы накормим его молоком, молозивом, вот, и потом отпустим его воевать. Напиши вот это все. Ну, я написал, все, кляксы там, перепиши ты что туда отправлять, дедушки на фронт, там смеяться будут, что ты грязный. Ну, я стал торопиться переписывать, ну, чисто вроде, да, и пропустил целую фразу. Когда дедушке напиши, что корова отелилась, что у нас есть теперь молоко, ну, я упустил, самые там, и пишу, дед, получил это письмо, и потом, когда вернулся он с войны, и народ собрался, и у нас сидят все там за столом, и дедушка достает письмо, слушайте, что мне внук мой написал на фронт. И знаете, как хорошо, что он это написал? Я пишу, дедушка, приезжай, бабушка отелилась, мы тебя молоком накормим. И вот, деда, знаешь, она меня не пускает кататься на лыжах, ты приедешь, хоть я кататься буду, а она меня никуда не отпускает, говорит, ты порвешь все валенки, ни в чем в школу ходить. Деда, приезжай. И вот я заплакал там, выбежал, народ сидит у нас в доме, у бабушки с дедушкой пришли встречать, которые за столом сидят, все выпили уже немножко, я вышел, плачу там, бабушка вышла, говорит, ты не плачь, ты же не виноват, ну, немножко ты поторопился, когда переписывал, и я зашел, меня простил, я простил деда, рядом с собой он посадил меня, и вот, вот такой случай, откуда я начал писать. Вячеслав Григорьевич, на сегодняшний день, сколько у вас книг уже вышло, и на каких языках? У меня книг вышло, 13 книг вышло, 13 книг, и все на эрзианском языке, 12 на эрзианском языке, 1, 1 книга на эстонском языке, эстонский Арва Валтон, там, в Эстонии есть такой поэт, он перевел мои афоризмы, стихи, и вот у меня теперь 13 книг в общей сложности, 14-е, вот, должна выйти, должна, вот, ну, может выйти. Сейчас я перевожу их, перевожу эти эрзианские стихи на русский, и получается у меня, у меня всего написано афоризмом 12 780 штук, повторю, 12 780, почему, потому что, когда людям нормальным говорю, они говорят, ну, вот, 2 тысячи, что ли, я говорю, нет, не 2, 12 тысяч. А вы можете попасть в книгу рекордов Гиннеса, вот что это значит именно для вас? Для меня это, прежде всего, показать, что есть такой народ, понимаете? Ведь не знают, какие народы есть, у нас называют Мар-2, у нас у Мар-2 два крыла, макшане и рязяне, и у нас, вот как русские украинцы, русские белорусы, русские чехи, русские словаки, русские поляки, ведь, понимаете, у всех, у каждого свой язык, своя культура, и у нас тоже свои песни, свои все понятия, одежда даже своя, ну, мы считаемся как один народ, я не против, пускай один народ. Прошли дожди, а под ногами сухо, леса грибыны, вшире в глубину, здесь каждый гриб в траве, как будто ухо, весь день лесную ловит тишину, идет грибник, бесшумно наступая, бредет на запах молодых грибов, над ним на юг спешит пернатых стая, грибник и птиц позвать сюда готов, пусть и они увидят это диво, и насладятся запахом грибным, и за морями вспомнят, как красиво в лесах Руси под небом голубым. А, Числав Григорьевич, вы пишете не только афоризмы, но и стихи, поэмы, рассказы, а какой жанр самый любимый? Ой, знаете, стихи, ведь афоризмы это стихи, тоже только раз и сказал, вот, а стихи, ну, какой стихи, конечно, стихи я очень люблю, рассказы я детям в основном пишу, у меня книга, целая книга, и 32 рассказа про свою внучку. Написал на юрзианском языке, вот, жду, когда издадутся. Я говорю, 33 рассказа написал про нее, а там же вот эти детские рассказы свои включу, эту книгу, вот, как я дедушке Сталину письмо писал, и там еще, там навалом такие случаи, такие тоже смешные. И вот детская книга будет, большая книга. Это я считаю, что, ну, после этого уже писать нечего. Вот, хватит. Много писать тоже плохо. Я знаю, что вы являетесь основателем национально-культурного центра Мастарава. Вот, расскажите немного о его создании и чем сейчас он занимается. Центр сейчас много делает. Любовь Александровна Колесникова это вот сейчас продолжает, уже 10 лет с лишним она у этого пекла стоит. И спасибо, благодаря ей, вот еще мы держимся. И во многих районах, у нас районные учреждения есть вот эти Мастарава, они по-другому называются. И некоторых я назвал, спрашивали, звонят мне по телефону, вот как назвать, мы создаемся, вот как назвать. Ну, вот как вот называемся. Вот, ну я говорю, ну как, когда, что? Я взял, да и сказал, пейделька. А эта пейделька ромашка, по-нашему, ромашка. И ты что? И им так понравилось, они пейдельками стали. И хор у них пейделька, и общество пейделька. А потом, это, в отрадном, в отрадном создавался. И тоже захотели они, что, как вот назвать? Как назвать? Ну, я говорю, ну как, давайте назовем. Ну, как раз они звонят, и весна была. Я говорю, вот сейчас весна, давайте назовем весной. Тунда. Я говорю, ну красиво, Тунда Ильзианская, и весна. Я говорю, куда лучше. Да ведь правда, как хорошо Тунда. Ну и все. Меня называют крестным отцом двух этих вот. Ну и третье, конечно, я у истоков стоял, бегал. Вячеслав Григорьевич, спасибо вам за интересный ответ, и успехов вам в творчестве. Спасибо вам, что вы заботитесь, и нас зовете в вечность. Это ведь красиво, и очень, очень я благодарен вам. Спасибо вам. Вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!